МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Особое мнение» с Александром Грантом. Ну, а, друзья мои, сегодня 1 августа. Я, оглядываясь назад, могу сказать, что сегодняшняя передача, безусловно, будет посвящена событиям минувшего месяца. Дорогая стрелка, проходит циферблат. Высок, как белка, коротики спешат. Качут минуты среди забот и дел. Идут, 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 и мягко пролетел. Ну, что, друзья мои, безусловно, это и не подлежит ни малейшему сомнению, что события минувшего месяца в основном крутятся вокруг Белого дома и Капитолия. А темы уже хорошо вам известны. И об этом мы, безусловно, поговорим с обычной участницей этой передачи, моей коллегой, журналистом, радиожурналистом, Еленой Аркадьевной. Гинстлинг, Елена Аркадьевна, нижайшее вам почтение. — Доброе утро, Александр Юрьевич. Спасибо, я тоже. — Лен, оставляя по боку придворную куртуазность, давай все-таки поговорим о самом ближайшем и, наверное, на сегодня очень важном для Америки. Для Америки, для двух ее людей, которые называются папой и мамой одного американца, для всех нас. Дело в том, что буквально, может быть, пару часов назад на взлетном поле международного аэропорта Эссенбога в Анкаре, Турции, состоялся обмен 26 заключенных из разных стран. Но поскольку передача наша посвящена событиям минувшего месяца, то я и начну ее с последнего дня июля. Дело в том, что вчера славянский телеканал Н1 сообщил, что, цитирую, «в ближайшие часы может состояться крупный обмен заключенными между Россией, Соединенными Штатами Америки, Федеративной Республики Германии и Республикой Белоруссии». Телеканал не раскрывал источников этой информации, но называл ее достоверной. А власти названных стран тогда информацию об обмене не подтвердили, но и не отрицали. Но надо сказать, что этот самый канал Н1 – это партнер нашего канала CNN в Словении. И тут, конечно, я полагаю, была некоторая хитрость, ну не хитрость даже, а на всякий случай. Дело в том, что сам CNN вчера ничего подобного не передавал. И на всякий случай они разрешили передать это через своего славянского младшего брата, для того, чтобы эта информация с ссылкой на них уже просочилась, и потом их никто не мог уличить в запоздалой информации. Так вот, в публикации этого канала говорилось, что в рамках обмена будут выведены из Соединенных Штатов будут выведены двое россиян, осужденных по делу о шпионаже. Это Артем и Анна Дульцева. Также осужденные россияне станут частью более масштабного обмена, в котором, помимо уже упомянутых стран, там участвуют то, сё, пятое, десятое. И тут же говорилось, что Россия в рамках обмена может вернуть от бывающего срок в Германии Вадима Красикова, а в Соединенные Штаты из Российской Федерации может быть выдан журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уиллан, оба осужденные за шпионаж. Так оно и произошло буквально несколько часов назад в Турции. Но уточню, что 32-летний Эван Гершкович был арестован в марте прошлого года и недавно приговорен к 16 годам лишения свободы за преступление, которое он никогда не совершал. 52-летнего Виллана арестовали в декабре 2018 года примерно на таком же надуманном базисе и приговорили к тоже 16 годам. То есть он отсидел 6 лет, по-моему. Госдепартамент считает оба ареста и приговора необоснованными. Так вот, Лен, значит, Эван Гершкович и Пол Уиллан в ближайшее время через Германию вернутся домой к своим семьям. Как об этом мы с тобой говорили уже тысячу раз, ну, может, не тысячу, но достаточно много. И употребляли различные эпитеты по отношению к законности и обоснованности этого ареста. Но то, что это все-таки произошло. Ведь я не раз говорил, и не я первый, и не я, наверное, последний, что это обычная игра российских властей, которая была советских властей и до Путина, что набирались, так сказать, разменные карты или разменные монеты для предстоящего или возможного обмена, и на всякий случай арестовывались и приговаривались совершенно невинные люди, представители западных стран, в основном Соединенных Штатов, хотя это не так часто и было. И вот в очередной раз Путин оказался на коне. Он выиграл, он отпустил этих людей и получил того, кого ему хотелось. Ведь обрати внимание, что Америка выдает настоящих шпионов, которые были арестованы, причем арестованы не просто так, а после очень длительного и тщательного расследования, арестованы со всем соблюдением правовых норм по ордеру судей, по неопровержимым доказательствам, по предварительному разрешению большого жюри. Их процесс проходил открыто, но хотя некоторые детали могли быть закрытыми. Ничего подобного в России не происходило. Мы ничего не знаем о том, как был доказан шпионаж Гершковича, и как был доказан шпионаж Виллана, я помню, тоже там было все шито белыми нитками. Вот ты считаешь, что это продолжится или этому когда-то настанет конец? Или этому конец настанет только вместе с еще более объемным концом? Саша, ну поскольку... Я не думаю, что этому настанет конец, поскольку это продолжается много лет. Вот. И тенденция у России такая есть. У нас, видимо, тоже есть. Вот. Обвинять их... Вот я не могу их обвинять, что они задержали того, того и того нелегально. Ты помни, сколько криков было, когда задержали Бритни Грайнер? Вот эту известную баскетболистку, которая сейчас, кстати, на Олимпийских играх будет участвовать в нашей баскетбольной команде. Как мы все кричали, что ее задержали нелегально. Кроме меня. Кроме меня ее задержали, потому что у нее в чемодане обнаружили наркотики. Для нас это не наркотики. А для России это, да, нюхать, дышать, курить. Да, она не имела права это провозить, поэтому ее арестовали, задержали и посадили. А потом ее обменяли там на какого-то жуткого, жуткого бандита, шпиона, убийцу и так далее. Так что я не могу утверждать. Так, так, меня там не было. Вот так говорят, да? Помните, как раньше говорили? Я не знаю, меня там не было. Скажи, пожалуйста, Ана, ты допускаешь самым дальним полетом своей фантазии или триумфом своей профессиональной подозрительности, что пройдут годы и всплывет какая-то информация о том, что действительно наша CIA как-то причастна к тому, зачем и почему Гершкович оказался около этого вагоностроительного завода, где делают танки? Саша, я это допускаю. Я это допускаю. Они же с какими-то документами, он какие-то документы им там передавал. Они вот за этим его задержали. Понимаешь? Госдепартамент никогда не утверждал, что этот арест незаконен. Потому что все делалось в соответствии с законами Российской Федерации, что четырежды повторил Владимир Владимирович Путин, если ты помнишь, в интервью нашему журналисту Кауссену Такеру. Он сказал, что все делалось как положено, и его взяли с поличным. Что это за поличные, никто ничего не знает. Но очевидно, что это был какой-то документ, возможно, на котором углем был нарисован танк, из дула которого идет дымок. Это был секретный документ, который ему передали в километры от завода, засунув его за голенище сапога. Это, возможно, все всплывет когда-нибудь, а может и никогда не всплывет. Но, тем не менее, я искренне рад за Гершковича, я рад за его родителей еще больше, чем за него, который, наконец, обнимут сына, которого они перед этим видели только или на экране телевизора, или за стеклом вот этого куба, где сидят подсудимые. Ну, хорошо, тогда давай перейдем к нашим благословенным Соединенным Штатам. А, кстати, если ты помнишь, вчера, когда начались разговоры об этом на наших телеканалах, я окончательно уверовал в то, что это произойдет, когда Fox News сослался на материал Дженнифер Гриффин. Ты помнишь ее очень хорошо. Это корреспондент, который аккредитован, по-моему, при Пентагоне. Она всегда по всяких таких острых материалах сообщает то, что нужно. Материал первой свежести и весьма основанной доказанности. Хорошо, тогда вернемся в 20 июля и поговорим о том, что в этот день наш 46-й президент Джозеф Робинетт Байден произнес свою коронную речь «Отречение от престола». Но ты слышал эту речь, я слышал эту речь. У тебя есть какое-то о ней замечание, похвала, признание его заслуг, признание его мужества, с которым он отошел от власти? Или у тебя какие-то другие мнения? У меня абсолютно другое мнение. Значит, разумеется, да, все ждали, все ждали по всем каналам и так далее, что он объяснит, почему он все-таки решил отказаться от переизбрания на очередной срок. Мы так этого сильно ждали, особенно я. Вот. А он ни звука, ни звука. Он рассказал о том, каких страна достигла успехов, пока он был у власти, и как все еще дальше будет очень хорошо. Сам себя хвалил, нашу страну, промышленность, экономику и так далее. Все. Дацит больше ничего не сказал. Все были очень сильно довольны. Я больше ничего не могу сказать. Он объяснил, Саша, мы знаем, почему он ушел. Потому что демократы стали говорить, давай-ка уходи, хватит. Значит, перестали ему эти деньги туда вкладывать, его избирательную кампанию, а другие стали и забирать эти деньги. Но он понял, что он, прямо скажем, остается в глубоком дне без воды. Вот. Вот это мое мнение. Лен, а ты помнишь, как один государственный деятель произнес такую фразу? «Я устал, я ухожу». Помнишь, кто это сказал? Я эту фразу знаю, но кто ее произнес, я не помню. Это сказал Борис Ельцин 31 декабря 2019 года с усталой физиономией, когда он передал власть молодому и энергичному Владимиру Владимировичу Путину. Ну, никаких, естественно, политических аналогий я тут проводить не могу. Но вот эта фраза «Я устал, я ухожу» она была в самую пору 20 июля этого года Джо Байдену. Ничего подобного не прозвучало. Буквально накануне он сказал, что он крепок, как вековой дуб и полон энергии, и готов сражаться за пост следующего президента в одном и том же лице. Ну, а вместо него, как ты знаешь, я называю это реинкарнацией, появился политический деятель 59 лет от роду, в женском облике, уже и не белый, а такая, не сказать, чтобы особо черная, дочка индианки и ямайского негра, извините за слово, и не ямайского чернокожего. И пошло и поехало. Как ты объяснишь то, что в карман или в кошелек, или на счет избирательной команды Камала Харрис валом повалили деньги, а вместе с этими деньгами достались и те, которые уже набрал Джо Байден. Откуда вот эта финансовая инициатива? Я понимаю, что демократы встрепенулись, демократы поняли, что у них появился, засиял свет в окошке, особенно после победоносного слета в Милуоке республиканцев. А тут выявилась женщина, которая только и делала, если ты обратила внимание, в теленовостях только и показывали, как она птицей слетает и слетает по трапу самолета. Ей же положен пока Боинг-02, Air Force, она все-таки вице-президент, и она летает, как птичка, показывая, что это вам не тот немощный старикашка, который еле вскарабкавался по этому самому трапу. И она продолжает лучезарно улыбаться, и она обнимается, чуть ли не целуется с многочисленными сторонниками, и летает по стране, и продолжает летать. И сейчас уже рассказывают, какие несметные миллионы на ее счету. Вот это продолжение президентства Байдена? Или это будет что-то, ну, не принципиально, но отличимо новое? Да, я думаю, это будет новое. Я думаю, я ее наблюдаю, знаешь, пожалуй, не с политической стороны, а с женской. И я вижу ее, вот я вижу, она прямо пышным светом расцветает просто на глазах. Она меняет костюмы, то у нее голубой, то белый, она всех обнимает, она хохочет, Саша. Она же хохочет, об этом говорили давно, и уже кто-то из демократов ей сказал, чтобы она перестала хохотать. Это как бы не очень будущего президента украшает. А ты знаешь, она уже меньше хохочет. Вот я последние дни смотрю ее выступления, она довольно серьезно выглядит, и она уже в черном костюме почти всегда, ни в каких этих разных... Так знаешь, кстати, кого она мне напомнила вот этой пестротой своих нарядов? На канале Нью-Йорк Ван есть такой материолог, ты знаешь, чернокожий, худенький, под жарой. Гай как-то, я не помню, это не то имя, не то фамилия. Но я обратил внимание, он каждый день, буквально каждый день в новом костюме. То есть, естественно, что это не из его гардероба, что это ему дает фирму костюмов, которые он рекламирует. А фирму эту можно угадать, но это уже я как мужчина-мужчине сказал бы, ты об этом, и не положено тебе о этом знать. Но у фирмы, у этой отличительная черта, у них петличка пиджака, обязательно обстрочена какой-то цветной ленточкой, или красной, или зеленой. Но по этой ленточке можно определить фирму. Извини, что отвлекся. Пожалуйста, пожалуйста. Так хорошо. Тогда, ведь все говорят о том, что прошлое Камалы Харрис, ее юридическая карьера, начинала она с помощника районного прокурора в Сан-Франциско, потом доросла до генерального прокурора Калифорнии, а потом уже перешла в Сенат. А это был типичный левый либерал, сторонник самых левых реформ, который и участвовал в таких делах, в которых давил на эту левизну, и став законодателем, тоже инициировал, хотя таких инициатив у нее, по-моему, и не было, но участвовал в каких-то левых реформах. И наоборот, говорят, что по сравнению с ней Джо Байден, это просто умеренный полуангел, что это будет гораздо более, так сказать, радикальное президентство. Ты это допускаешь? Саша, я даже не знаю, что я допускаю. Пока что я допускаю, что она очень сильно прет на Трампа, и что она его явно опережает. Она его явно опережает. И получится, это мое мнение, точно так же, как получилось в прошлый раз. Все ненавидели Трампа, именно поэтому они голосовали за Байдена. А сейчас Трампа продолжают ненавидеть все, кроме республиканцев, и поэтому они будут голосовать за нее. А ты считаешь, что то, что произошло 13-го числа, по-моему, в Батлере, то есть когда в него стреляли, это не вызовет к нему такую... Я уже не говорю об отношении к нему республиканцев, которые считают его почти святым. А остальные, независимые, неужели это не расположит их по отношению к нему, когда станет ясно, а это становится все яснее, что стрелял в него мальчик, доведенный до истерики вот этой левой пропагандой? Саша, ну ты видишь, выясняется, что демократы очень многие говорят о том, что вообще не стреляли. Этого не было. Этого не было, не стреляли, в ухо не ранили, отчего кровь лилась по лицу, это неизвестно. Не было этого. Не было. Начальник FBI сказал, он не уверен, что вообще в Трампа стреляли. Ты понимаешь, как это все сгущается? Получается, получается вот эта самая вопросительная фраза Максима Горького из его Клима Самгина «А был ли мальчик?» Ага, ага, да. Ну, я на всякий случай, вот я сегодня на свой телефон получил сообщение из избирательной команды Трампа, в котором написано, что не обольщайтесь вот этим криком, который подняла Камала Харрис, этими безумными деньгами, которые в ее казне, у меня денег не меньше, а помимо этого, тут написано, у меня есть туз в рукаве. Ace in a slave. То есть, какой-то непобедимый козырь, о котором вы узнаете в ближайшее время. Ты считаешь это просто бравадой? Саша, я не могу сказать, что я считаю, вот так вслух, но я очень, очень опасаюсь, что она его обойдет, очень опасаюсь, и что она у нас. Первая женщина будет президент Соединенных Штатов, первая, как они ее называют, афроамериканка или просто черная, или просто, я не знаю, вчера Трамп целую речь произнес, поэтому, а, интервью он давал, да, что она раньше говорила, что она индианка, да, мама из Индии, а теперь она говорит, что она блэк. Она никакая не блэк, это видно совершенно, но ей так удобно утверждать. Значит, у нас будет первая женщина, первая блэк-женщина, и еще я слышала, это не по телевизору, вот так, вокруг, что евреи тоже будут голосовать за нее, потому что у нее муж еврей. По-моему, она забыла, что у нее муж еврей. Так, мне кажется. Ну, почему? Она вот сейчас и в свои будущие вице-президенты хочет взять еврея, я имею в виду Джоша Шапира. Тут уже посмотрим, посмотрим. Хорошо, но довольно с Белого дома и перспектив 47-го президентства. Давай с тобой поговорим еще об одном явлении, памятном явлении, во всяком случае, и для Америки, и для Израиля, и, возможно, для всего Ближнего Востока, да и всего мира. Это о визите в Соединенные Штаты премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который прибыл по приглашению не президента, а по приглашению Конгресса и выступил перед объединенным заседанием обеих палат со своей часовой речью. Ты эту речь слышала, я эту речь слышал, мы ее видели. Твое впечатление? Саша, у меня впечатление очень положительное. Я вообще к нему отношусь очень, он хороший, умный, нормальный президент. Он хороший мужик. И речь была очень умная, ничего не вскрикивал, никаких глупостей, упаси Боже. Нет, нет, он говорил, ровно час, хорошо, правильно, умно. Я ничего против абсолютно не имела. Ничего. А знаешь, сейчас показали фотографию, которую сделали из-за его спины. И я на этой фотографии разглядел, перед ним лежит конспект его речи. Он не пользовался промтером, естественно, как гость. Но перед ним лежит конспект его речи, и видно, что его речь написана, вернее, напечатана через очень большой интервал и очень крупными буквами. Чуть ли не можно читать это через его плечо с нескольких метров. То ли он близорукий, то ли... Вот почему, как ты считаешь? Или это просто неудобство? Саша, ну, поскольку ему за 70, да, по-моему, 74, он имеет право плохо видеть, вот, а то, что он перекладывал и стал бумажки, это было видно вот так вот в лицо, это нам показывали. Меня это нисколько не раздражало, мне это не мешало. Да, там было все написано. Саша, ну, а что такого? А когда наш не отрывается от промтера вообще без него букву, а не произносят? Не-не-не, все нормально. Все нормально. И еще надо отметить... Да, начинал отметить, что на этой речи не присутствовал ни президент Байден, потому что у него еще тогда был ковид. А Камела Харрис срочно, и надо было улететь в другой штат, там встречаться с людьми, поэтому из правительства, извините, не было людей. По-моему, на следующий день или через день Байден встретился с Нитаньяху, они говорили полтора часа. Саша, это не про что полтора часа говорили. Байден может говорить полтора часа и только слушать. Вот, полтора часа говорили, а уже на следующий день Камела вернулась из своей срочной командировки и тоже говорила с Нитаньяху в основном о том, чтобы он заключал срочно перемирие. Хотя он давно уже говорил, и я это сама слышала, я не слушаю никого. В своем государстве я делаю то, что считаю нужным. Они говорят заключение. А я не считаю, пока всех хамасовцев не положу туда вот, вот туда. Да, Камела же она еще сказала, что, в общем-то, она признает право Израиля на самооборону и на свою безопасность, и на меры по обеспечению этой безопасности. Но она считает совершенно недопустимым те жертвы среди мирного населения палестинцев в полосы газа. И как она выразилась, и я не буду молчать. Что значит не буду молчать? Не буду молчать как вице-президент, или не буду молчать как следующий президент, или не буду молчать вообще в разговоре с мужем. Но, скорее всего, последнее, как будущий, как 47-й президент. Такого не говорил даже старина Байден в беседе с Нитаньяху. Он опять-таки повторил, что они продолжат оказывать военную помощь, и они целиком и полностью на стороне Израиля. Но, конечно, вот некрасиво он себя ведет, что он допускает такие жертвы среди гражданского населения. Это верно. Но как ты относишься к тому, что творилось вокруг Капитолия в это время, и что творилось во самом Капитолии? Я не заметил этого по 44-му каналу Fox News, потому что, возможно, они не делали укрупненные планы. Но другие каналы показали, что некоторые места были свободны, что демократы сидели, чуть ли не поджав руки под зады, чтобы не аплодировать. И что многие, а да, и та самая гражданка, член Конгресса, член Палаты представителей из так называемого взвода, сквольт, она неожиданно показала в сторону Нитаньяху маленький плакатик, на котором было черными буквами, на белом фоне написано «War Criminal» — военный преступник. Там сидевшая рядом с ней попыталась, не то чтобы отнять этот плакат, но как бы его удалить, та упорствовала. Но и такое было. А что творилось вокруг, когда там от флагов Палестины и флагов Хамаса просто проходу не было? Все обошлось, конечно, без кровопролития и, во всяком случае, по-моему, даже вообще без арестов, хотя несколько человек забрали за недопустимое поведение. Но это было что-то невероятное. Сожгли американский флаг, подняли флаг Палестины на какую-то там мачту, на которой совсем ему не место. В общем, это было какое-то страшное, ну, кощунством это не назовешь, но это был шабаш. Полиции там было достаточно, но никто никаких мер не принимал, потому что это было свободное волеизъявление мыслей и настроений, гарантированное нашей Конституцией. Вот эти, это мы сейчас просто толчем воду в ступе. Ты понимаешь, это же творится на улицах наших городов, если в этом году особенно, после того, что произошло в Израиле 7 октября, то, во всяком случае, это не первый год. Вот этому, ты считаешь, при Камале Харрис не только не будет конец положен, но это будет еще сильнее? Конец при ней, я не думаю, что будет положено. Я не думаю. Вот сейчас то, что происходило, не Таньяк говорит речь, а они там у Капитолии устраивают вот этот вот кошмар. Это что, невозможно было сказать, все, уходите, вы не на месте, или все будете арестовывать. Все, свобода мнения, свобода мнения. То же самое было, когда у нас творились здесь антисемитские выступления около университетов того, того и того. Имеют право высказывать свое мнение. Имеют право сжечь флаги, имеют право то, все, опять, Саша. Все имеем право, свободная страна. Очень, очень даже свободная. А я, кстати, вспомнил, ты помнишь, в речи Нетаньяху, когда он коснулся вот этих самых протестов и назвал их участников ленинской фразой «полезные идиоты», которые сами себе, в принципе, роют могилу. Вот. А я вспомнил из его речи то же самое, еще одно интересное выражение. Он очень много говорил об истории Израиля, потом о чем-то еще. И он сказал... Не буду об этом говорить, потому что она переводится на русский язык не очень цивильно. Но давай, знаешь, о чем поговорим. Поскольку сейчас мы уйдем на небольшой перерыв на рекламу, мы поговорим опять о том, что ты уже упомянула, во что выливается стрельба в Батлере тогда, 13 июля, и что из этого происходит. А сейчас, друзья мои, оставайтесь с нами. Мы ненадолго расстанемся, но только для того, чтобы подзарядить себя необходимой энергией. Благотворительная организация Be Proud сообщает. National Night Out Against Crime. Так называется ежегодная общеамериканская акция, которая пройдет 6 августа во вторник по всей Америке. Это демонстрация дружбы граждан с полицией. В Бруклине одно из самых массовых празднеств, интересных для взрослых и детей, пройдет во дворе 61-го полицейского участка по адресу 2575 Coney Island Avenue, угол Avenue W. В программе аттракционы для детей, бесплатные угощения от местных ресторанов, выступления юных артистов. Такое бывает только раз в году. Приходите, не пожалеете. Приходите, не пожалеете. Водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял. Лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую. Если у вас боль, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам. Центр восстановления сосудов и вен и Синай Диагностикс. По статистике специалистов Дэвидзен Амбуланс Ассист, русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно. Забудьте о своем здоровье вновь время. Запишите телефон скорой помощи Дэвидзен Ассист. 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидзен Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидзен Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение», которую сегодня, как обычно, ведет ее автор и ведущий Александр Грант. А участвует в ней, поскольку это обозрение событий минувшего месяца, радиожурналист Елена Гинслин. Лена, еще раз здравствуй. Итак, мы с тобой поговорили о недавнем визите в Соединенные Штаты премьер-министра Израиля. Об этом мы еще поговорим по отношению к тому, что произошло в Израиле за самое последнее время. А сейчас давай поговорим все-таки о том, что произошло после стрельбы в городке Батлер. Ведь с чего все начиналось? Как говорят герои фильма «Волга-Волга» советского, если помнишь. А как тихо, здорово все начиналось. Вас вызывает Москва. Так вот, там все произошло по-другому. И так, Трамп выступал в этом городке на открытом пространстве. На ралли рассказывал избирателям о том, до чего Байден довел страну, во всяком случае, на ее южной границе с миллионами нелегалов, которые свободно просачивались при нем все эти три с половиной года. И за его спиной, вернее, над его спиной был экран, на котором демонстрировались какие-то схемы, цифры и данные. И он повернулся к этому экрану, чтобы подчеркнуть только что им сказанное. И в это время, как это видно на видеосъемке, он хватается за ухо и тут же приседает под трибуну, на которой он выступал. Не падает ничего, он просто приседает. И через буквально несколько секунд справа и слева накидываются в черных костюмах агенты секретной службы, которые его охраняют, поднимают его. У него из уха течет кровь, его лицо в крови. Его окружают таким живым щитом. Он под этого щита выпрастывает руку со сжатым кулаком, кричит «Файт!» и в таком виде его конвоируют, сажают в бронированный автомобиль и увозят. Все это занимает, по-моему, чуть больше минуты. Или меньше минуты. Все. И начинается раскрутка. Потом появляются данные, что стрелял с крыши, значит, этот самый 17-летний Крукс, которого немедленно застрелили снайперы. И выясняется, что этого самого мальчонку видели лежащим на крыше с ружьем, но не приняли этого внимания. В общем, начинается такой массированный и полуистерический поиск крайнего. Кто виноват в том, что произошло? Местная полиция или секретная служба? Полиция утверждает, что секретная служба не обеспечила достаточного периметра охраны, когда полиции, в общем, уже нельзя вмешиваться, а секретная служба не приняла необходимых мер обороны. Периметр недостаточно охранялся, крыши не просматривались. Причем это не какие-то высотные здания, а это одноэтажные постройки. Лен, вот от всего этого у тебя формируется какое-то впечатление? Ведь это привело и к отставке директора секретной службы Кимберли Читл, которая, в общем, карьерная секретчица. И каким-то нелицеприятным заявлением местной полиции. И к выступлению уже, наконец, недавнему выступлению директора ФБР господина Рея, который заявил, что продолжается очень детальное расследование обстоятельств этой стрельбы. И исследуются вот эти, не пули даже, а возможные осколки пули. И непонятно, кто попал в ухо. И зачем попали в ухо Трампу. И попали ли ему в это ухо. То есть уходит все в сторону от самой трагедии. Понимаешь? И у меня такое впечатление, что это сознательно уводится в сторону от этой трагедии. Лен. Саш, я не могу тебе сказать, сознательно ли они уходят от этого. Но то, что ФБР, секретная служба, то есть и полиция обвиняют друг друга, они обвиняют друг друга. Или полиция должна была видеть этого мальчишку на крыше. Или вчера вот несколько раз у Шона Хеннеди показали, какая там крыша. Это один этаж. Его видно, совершенно очевидно, было видно этого парня. Но они ничего не сделали. Почему вот секретная служба там на крышу и их обязанности не распространялись? Они обвиняют все время друг друга. Кто виноват в том, что прозевали этого парня? Его же видели за два часа до выступления Трампа. Он подъезжал на машине, сидел за столом. Не было никаких подозрений, поэтому его и не задержали. Вот. И, Саша, от того, что она глава этой самой службы, от того, что она ушла по собственному желанию, со своего поста, или от того, что теперь говорят, глава и обвиняют, неизвестно, стреляли или не стреляли вообще, и была, или это пуля, или были это осколки, и так далее. Это все... По-моему, это все би-эс. Вот так красиво сказать. Обвиняют друг друга, кто стрелял, бывшего призена. Саша, это все... Вот это все... Лен, либо это неблагоприятное стечение обстоятельств, при которых этот мальчонка успел сделать восемь выстрелов, не один, а восемь. Это требует какого-то времени, прежде чем его застрелили. Помимо попадания в ухо Трампа, он убил одного человека и тяжело ранил двух, и еще. И эти жертвы никак не отрицаются, потому что от трупа, который похоронили с таким почетом, никуда не денешься. Оба раненых находятся в больнице и тоже могут подтвердить, что они раненые, есть заключение врачей. А с самим Трампом тут уже вот начинается. Было, не было. Есть какой-то человек, который, оказывается, за его спиной что-то снимал, и в этот кадр попал лежащий на крыше стрелок. То есть, складывается впечатление, что этому самому Тобу Круксу предоставили возможность сделать эти выстрели, предоставили возможность залезть на крышу, обеспечили свободу действий в первое время, дали возможность отстреляться и тут же его застрелили. Это первое, что приходит в голову. Было ли это умышленно или было ли это случайно, это, я не знаю. Я не знаю так же, как я на сегодня, не знаю, кто убил Джона Кеннеди. А сколько времени уже прошло. Но я не думаю, конечно, что это какой-то злодейский заговор. Не поймешь, каких сил, ни то левых, ни то зеленых, ни то оранжевых кому-то. Но то, что произошло, это результат какой-то чудовищной халатности наших спецслужб. И, конечно, в первую очередь секретной службы. А ты, кстати, знаешь вот эту последнюю историю, то, что произошло вчера в Трайбеке, в районе Манхэттена. Да, 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 да. То есть у нас есть, дамы и господа, у нас есть такая группа активистов, которые борются с тем, что некоторые нечистоплотные водители бесплатно проезжают по мостам и тоннелям, замазывая или залепляя пленкой номерные знаки на своих машинах, которые фиксируются камерой, а потом им присылают штрафы или говорят, что незаконно проехали, если у них есть изи-пасс. Но, во всяком случае, вчера в Манхэттенском районе Трайбека у ресторана Бабби стояли два черных внедорожника с такими вот подозрительно залепленными задними номерными знаками. И проходил мимо один член такой группы, ему стало неприятно от виды таких машин, он подошел и стал отдирать с их задних номерных знаков вот эту защитную пленку. Его тут же арестовали, одели ему наручники, и, как выяснилось, оба этих внедорожника принадлежали секретной службе, а эта секретная служба охраняет подчередшую, то есть неродную дочь, Камала Харрис. Это женщина молодая, она в это время обедала в этом ресторане, а агенты отлучились от своих машин, очевидно, охраняя ее вокруг стола. Так что вот тоже секретная служба, она постоянно бдит, но в тот случай, как говорили при Лаврентии Павловиче Берии, не добдели. Хорошо, тогда вернемся давай к Камале Харрис и ее победоносном шествии к выбору, во-первых, к слету демократов, который начнется 19-го числа в Чикаго, где ее, очевидно, совершенно утвердят кандидатом, ну и, конечно, к выборам 5-го ноября. Ты уже сказала, что у тебя нет никакой уверенности, что она не победит, что на слете, кстати, она уже набрала необходимое число голосов для того, чтобы ее номинировали, не на основных выборах. Так вот, она, по-моему, сейчас она должна во вторник следующий объявить, кого она выберет своим вице-президентом до возможной победы на ноябрьских выборах. И вот, как мы уже упомянули, там несколько человек, и среди таких основных кандидатов вице-президента, уже упомянутый мною, 51-летний Джошуа Шапира, губернатор Пенсильвании, и 42-летний Питер Пол Монтгомери Бутиджадж. Я правильно произношу фамилию? Бутиджадж, yes. Бутиджадж. Бутиджадж. Да. Пустое место. Министр транспорта. Молодой министр транспорта. Так вот, вот оба эти кандидаты, но мы уже упомянули, что супруг Камала Харрис еврей, и, возможно, он ей и нашептал, что хорошо бы сделать вице-президентом тоже евреи, будет как-то поспокойнее. Хотя, возможно, на этот счет есть совершенно другие, совершенно не национальные причины. И то, как себя ведет губернатор, и то, какую позицию он занимает. Ну, а с Питером Бутиджаджем вообще какая-то несуразица. Ты, по-моему, и не жаловала его как министра транспорта. Саша, я только что сказала, он пустое место. Он был пустое место, когда он боролся, если ты помнишь, за пост президента, участвовал в этих дебатах, а до этого мы вообще никогда ничего про него не знали. Он был мэром, мэром маленького городка, которого, по-моему, даже на картине. Вот. И вот он и это. Не получилось у него стать во главе государства. И его Байден взял министром транспорта. Он что на транспорте понимал? Ничего. Как, где, какая катастрофа, поезд сошел с рельсов, это то он туда. И что он делал? Он что-нибудь умное говорил? Ничего. Ничего. И сейчас он хочет быть, или она хочет, чтобы он был вице-президентом, да нет. Хотя, с другой стороны, говорят, что совершенно не важно, кто будет вице-президентом. Потому что мы голосуем за президента, а кто там за его спиной стоит, нет. Ну, пока что вот Трамп и Джейди Венс, они оба очень сильные. И это прут на Трампа, прут точно так же на Венса. Он что-то там не так сказал имел в виду одно, а получилось другое. Саша, наверное, это все-таки имеет значение. Мне Венс нравится. Хороший, нормальный, молодой мужик, умный. Why not? Нет, не нравится, Я тебе должен сказать, что если это произойдет, а это даже если это не произойдет, то господин Бутиджадж на сегодня первый открытый гей в кабинете министров Соединенных Штатов Америки за всю историю этой страны. И это безусловно имеет значение. И тут уже возникает какая-то нелепость, потому что в той семье, которую он составил, там двое детей, по-моему, он женщина, то есть он как бы жена. И у него есть муж, которого зовут, по-моему, Глазман, его фамилия Глазман, но он взял фамилию жены, потому что она как бы знаменитей. И у вице-президента есть такая историческая значимость, как человек номер два в государстве. И жена вице-президента это вторая леди государства. Первая леди это жена президента, а вторая леди это жена вице-президента. А тут получается, что он сам жена. И как бы его жена жена жены это как-то не очень складывается. Вот как они будут из этого выходить в случае победы этой пары я уже не знаю. Но и эту тему мы оставим как полу-юмористическую, а вернемся все-таки к довольно серьезным событиям, которые произошли совсем недавно. Во вторник вечером, когда Хизбалла обстреляла ракетами на голландских вистотах не то деревню, не то маленький городок друзов. Кто такие друзы, мы уже обсуждали, я сейчас это не буду распространять, но это дружественный Израилю народ, они не иудеи. Но они буквально не имеют никаких разногласий с израильтянами и евреями. Друзы очень верно служат в израильской армии, друзы уважают все законы Израиля, и так далее. Но во всяком случае ракета упала на спортивную площадку, где играли футбол дети, и 12 детей были убиты, еще, по-моему, человек 20 находятся в больницах, но совсем дети. И когда я вижу вот эти толпы, которые собрались вокруг вот этих беленьких маленьких гробиков, в которых лежат вот эти убитые дети, конечно, это страшное зрелище. Его отметил тут же и срочно вернувшийся из Америки Нетаньяху, отметили все, кому не лень, точно так же, как это было 7 октября, и тут же начались утверждения о том, что Хизбалла получит ответ, вид и форма, и время которого обсуждаются, но это будет ответ, который они надолго запомнят. Но обсуждалось это не так уж долго, и в пятницу армия обороны Израиля нанесла ответный прицельный удар, это не было никакое вторжение, потому что сразу возникли в общем дипломатические, политические, какие угодно проблемы, потому что Ливан это суверенное государство, если вводить туда танковые части, или даже бомбить это государство, это равносильно объявление войны этому государству, на территории которого законно или незаконно находится террористическая группировка. Но тем не менее был нанесен прицельный и очень точный удар по Бейруту по резиденции 62-летнего Фуада Шукра, Шукра, да, это старший командир Хезбаллы, который возглавлял операции против Израиля с юга Ливана. Его считают непосредственным организатором убийства этих 12 детей. Поселок это называется Маждаль Шамс. Удар был нанесен по штабу Хезбаллы, который находился в южном пригороде Бейрута, был достаточно точным, был нанесен ударами ракет, которые запускались с дрона, и, конечно, тут началось вселенское столпотворение палестинцев и полных гнева, и желание отомстить за убитого 62-летнего Фуада Шукра. Но тут что можно сказать? Тут можно сказать только то, что в тот же день, в тот же день, и совершенно при других обстоятельствах, был нанесен еще один удар. В 2 часа ночи по местному времени в своей резиденции в Тегеране и тоже ракетой с дрона был убит 62-летний Исмаил Хания. Это политрук Хамаса, который накануне участвовал в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пизишкиана и прилетел туда. Там его и накрыли. Но, естественно, и Хамас, и Хизбалла понесли ощутимые удары. Они лишились двух своих главных руководителей. Вот ты считаешь, что это как-то обескровит их, обессилит или вынудит их менять стратегию или террористическую тактику? Или им на смену просто придет их заместитель и все продолжится? Лен? Нет, Саша, я думаю, что это их невероятно обозлит. Невероятно. Но то, чтобы Израиль вот так вот за два дня шарахнул двух больших начальников, они предпримут что? Мы сами знаем, что. И вчера уже говорили о том, что они готовят ответные удары. Израиль даже себе не представляет какой. И они Саша, ты что, ты что, это будет страшный сон, что будет творить. Потому что Израиль не будет молчать, эти не будут. Это будут невероятные, по моему мнению, невероятные военные события. Война. Это будет война. Но на всякий случай наш министр обороны Лои Достин уже заявил по телефону своему израильскому коллеге, что в случае чего Соединенные Штаты поддержат Израиль в его борьбе за свою национальную безопасность. Толковать это можно только одним, что, конечно, американские солдаты на бронетранспортерах не въедут в Ливан и не высадятся там с моря, но с воздуха возможно всякие неприятности для базирующейся там террористической организации ракетами с наших авианосцев. Это как бабки не ходить, как говорят в народе. Но тут другое интересное. Вот а сейчас выясняется, как они вычислили, где находится Шукр. Вычислили по его мобильнику, который дал чего-то. Но это в общем современная технология дает этому достаточно четкие объяснения. Но тут же написано, что Шукра Соединенные Штаты разыскивают с 1983 года за его организацию нападения на наших морских пехотинцев, вернее, на их казарм в Бейруте. То есть 20, какой 20? 40 лет. 40 лет его разыскивают. В то время, как его удалось найти за несколько дней. Почему его до сих пор не ликвидировали? Как ты считаешь? Или не считали нужным, или не считали возможным? Или это было технически неподвластно? Саша, ну я думаю, что за 40 лет возможности Израиля находить преступников сильно изменились. Сильно изменены в сторону к лучшему. Если они за два дня могли убить двух таких вот невероятно боссов, начальников этих, это потрясающе. Я в тюрьме думаю, тот все-таки Израиль молодец. Как он метко стреляет? Он поехал туда в Тегеран отпраздновать это, на престоле его в это время. Все, Лев, Лен, у нас осталось три минуты, речь тебе и олимпийские игры в Париже. Твое мнение об этой самой пресловутой тайной вечере. Саша, мое мнение, я тебе скажу, значит, олимпийские игры, это мой хлеб, мой хлеб, всем журнам соревнований я прилепляюсь к телевизору с утра до ночи. Это я. Значит, я смотрела открытие олимпиады, еще бы, с половины восьмого до половины двенадцатого. Видела все эти выступления, певцы, это то, все. Вот это, вот это вот, тайную вечерю, это то, что вот геи там изображали картину Леонардо да Винчи, Саша, как-то это прошло мимо меня. Поэтому, мое мнение, как бы, тут отсутствует, отсутствует. Но что из-за этого поднялось? Какой крик? Это, христианство, опозорено, это, те, кто делали эту сцену, этот спектакль, они говорят, что они не думали никого оскорблять, вообще не думали. Это так получилось, и все это изо всех стран, христиан, неопозоренные, обмазенные и так далее. Я ничего не могу об этом сказать. Я только знаю, что доктор Джилл Байден, она была в это время, она присутствовала на открытии Олимпиады. Ее мнение никто не спрашивает, как она к этому относится. Может, она тоже, как я этого не видела, или не заметила, или не поняла, я не знаю, Саша, поэтому... Ну, Лен, я тебе могу только возразить, что в 2015 году они тоже ничего дурного в виду не имели, когда их журнал Шарли Хепдо опубликовал в карикатуру Новогомета, а потом там всех перестреляли. Но, друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Большое спасибо за час внимания и до следующей встречи в эфире. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!